26 октября в Вашингтоне Хилари Клинтон встретилась с министром иностранных дел Бахрейна Халидом бен Ахмедом Аль-Халифой. Переговоры проходят спустя чуть больше недели после того, как администрация Обамы заявила, что приостановит запланированную продажу Бахрейну оружия на 53 миллиона долларов. После подавления февральских антиправительственных восстаний в Бахрейне, Госдепартамент США усомнился, что права человека там соблюдаются на должном уровне, и теперь ждёт результатов местного расследования. Этот отчёт Бахрейн должен представить 30 октября. «Мне приятно снова поприветствовать своего коллегу и партнёра, министра иностранных дел Бахрейна. Он здесь консультировался со многими должностными лицами нашего правительства, членами Конгресса и всеми, кого глубоко волнует Бахрейн и наши взаимоотношения». «У Бахрейна много друзей, которые интересуются тем, что там происходит. Многие из них обеспокоены тем, что происходит в нашей стране. По этой причине мы объясняем нашим друзьям, что происходит и что мы намереваемся делать». В целом вопрос продажи оружия Бахрейну для США является крайне чувствительным из-за интересов в сфере безопасности. Более 60 лет в островном государстве Персидского залива располагаются американские военно-морские базы. Страна также является для США основным опорным пунктом для деятельности по сдерживанию Ирана. До того, как было принято решение приостановить продажу оружия, в адрес США звучали обвинения в двойных стандартах. Страну подозревали в том, что ввиду личных интересов на подавление протеста в Бахрейне она отреагировала иначе, чем на аналогичные нарушения прав человека в Египте, Тунисе, Ливии, Сирии и Йемене. Напомним, что массовые народные волнения начались в Бахрейне в феврале 2011 года. Основное население этого государства состоит из мусульман-шиитов, в то время как королевская семья и её окружение придерживаются суннитского направления ислама. Протестующие требовали демократии и проведения реформ, поскольку, по их мнению, авторитарный режим ущемляет права шиитов. В ходе подавления протеста в феврале погибло около 30 человек, в основном шииты.